Диана и Илья Добрый день, с праздником товарища А, с праздником товарища, видите, как Старые закваски Илья Да, не из-за этого ли стали вы, Илья, заниматься дополненной реальностью? Что-то вам здесь не хватает? Ну, на самом деле, конечно, я люблю историю Я занимался в свое время реставрацией, да, я работал в панцкамере И что-то во мне осталось от этого Поэтому восстанавливать то, что утрачено, это так здорово Это так классно, это только фанга Ну, я сразу скажу нашим пользователям Основной информационный повод, да, появился в конце прошлой недели Петербургский стартап, создавший виртуальную модель Авроры Привлек инвестора из Испании Испанская компания Way2Wow Я так понимаю, что она, она купила долю вашей компании? Все верно, да, верно вы говорите Доля ранее принадлежала фонду предпассивных инвестиций Санкт-Петербурга Теперь это фонд развития промышленности Санкт-Петербурга Они нас проинвестировали в 2013 и 2014 году Помогали нам развиваться И сейчас пришел уже этап, когда нам нужно было выходить из этого фонда И долю этого фонда приобрела компания Испанская 25% То есть, получается, деньги-то не вам пошли, а фонд, да? В общем-то, да, но это не так важно Потому что для нас это прекрасная возможность продолжить экспансию на международном рынке На европейском рынке Здесь вопрос был не столько денег, сколько выхода на международные рынки То есть, вот теперь участие испанской компании вдоль вашей Пилигрим-21 Что дает? Какие можно ожидать рывки буквально в ближайшие месяцы? В ближайшие месяцы как раз мы сейчас обсуждаем несколько проектов Которые будут реализовываться на испанском рынке, на итальянском рынке Я пока не буду их озвучивать Но это будут действительно прорывные и интересные проекты Которые нам позволят именно благодаря тому, что у нас теперь есть свой представитель в Европейском Союзе Ну, наверное, вы когда создавали один из ваших проектов, да, про Помпеи Вы, наверное, ставили себе такую задачу, что, ага, мы выйдем и на итальянские, и на испанские рынки Или это получилось вот так вот, такое совпадение? У нас принципиальная стратегия у компании – это выход с проектами на европейский рынок Поскольку там достаточно большое количество туристов Это самопосещаемый регион мира То есть, понятно, что для России мы тоже хотим и собираемся что-то делать Но, скажем так, зарабатывать в Европе и возвращать в Россию, ну, как бы уже что-то Свои какие-то проекты, ну, как мы Аброру, мы делали полностью свои деньги И это был тоже очень хороший опыт, на самом деле Ну, вот, я так понимаю, у вас компания основана, да, в 2013 году Сейчас существует, вот тут написано, что запустили 7 парков дополненной реальности в 5 странах Европы Это что за страны? Мы посчитали Россию тоже Европой, да? А, ну, мы же скажем Старики-старики Старики-старики так Давайте часть, хотя бы часть оставим России в Европе Да, ну, каратенечко, наш первый проект, он уже сразу был в Европе, в Латвии Европейский Союз, это наш самый первый проект в городе Лудза Потом мы работали в России, это Пушкинские горы Восстановленное поместье 19 века, которое было разрушено немцами во время отступления Поместье Алтун Так, дальше Аврора Опять же в России Потом мы снова вернулись в Европу Это была сделана крепость Бастилия Потом был сделан форум Помпеи То есть не весь город Помпеи, а только форум Потому что это очень большой объем работы Далее Это Болгария Город Старый Несебр Опять же таки Европа И потом, собственно говоря, вот в России это Дорога жизни И А еще? Я что-то забыла пальцы загибать А если ты тоже, да Ну, вроде бы и все Вроде бы все, да Вроде бы все, да Вроде бы все То есть мы их называем парками дополненной реальностью Потому что, по сути говоря, даже вот самый первый наш проект Это два гектара земли Ну, это многое Это стадион Ну, который у нас на Крестовском строится Наверное, такой пример Мы имеем в виду, что просто размер, объем территории Кстати, к разговору Может быть, вы воссоздадите Сделать уже стадион Какой он должен быть Чтобы все могли его видеть В нем Могли в него пойти Хотя бы так Это можно сделать Машина времени во все стороны работает А назад и вперед, да Я просто боюсь, что Из бюджета, который у нас в студии У нас уже потрачен Просто на дополненной реальность Уже ничего не останется Хотя у нас, конечно Хоть бы с реальностью разобраться С этим проектом Это совсем другие деньги Да Ну, вот вы упомянули Дорогу жизни Может быть, Федор Мы сможем посмотреть У вас на сайте Такие интересные Действительно ролики Которые сразу и дадут Возможность пользователям Понять, что же это такое Если кто-то еще Все-таки многие люди Еще не совсем понимают Что такое дополненная реальность Давайте посмотрим И потом обсудим Я сейчас пока Могу Помпею быстро показать Ну, давай Помпею Давай Пойдем по хронологии Что было дальше Дальше всего Как это место Вы можете комментировать пока Машина времени в вашем кармане Здесь у нас включился небольшой поворот Наши процедии Мы ведь Питерские ребята Когда мы начинали наш проект Мы занимались тем Что делали дополнительные планшеты Ну, вы знаете Что у нас гости приезжают недавно Говорят А где у вас небо? Ну, солнце, то есть, нам не мешало Но стоило выехать чуть-чуть дальше Вот в Помпее, например А в Помпее вообще Планшеты просто перестали работать Да Поэтому нам пришлось искать задачи И мы были одни из первых Кто вышел с дополненной реальностью Под карборды Под карборды То есть, вот под шлем Вот эти вот очки Они называются карборд Это очень простой, дешевый продукт То есть, он сделан из картона Из картона и с линзиной Да, он стоит совершенно копейки И, собственно говоря В этом году началось тестирование Вот так накладывается это реальность Человек раз взял Надел вот эти очки И вот, собственно, все И он очутился В свою практически Если кто любит там Какие-то сериалы исторические Вот можно сказать, что Перенесся действительно Как на машине времени Вот Самая основная идея у нас То, что это машина времени В кармане То есть, это смартфон Ваш собственный, да Который у вас всегда с собой То есть, это практически все Мы сейчас стремимся делать так Чтобы на абсолютно Недорогих дешевых моделях Можно было получить Дополненную реальность Качество, ну, приближенного Там к уколу срифт Который сейчас есть Понятно, что есть Вопросы технологические То есть, по технологии Мы уже можем распредвести Вообще очень шикарные вещи Мы можем даже фильм «Аватар» Как бы не пустить Вопрос бюджета состоялся Потому что, по большому счету Мы неожиданно для себя Оказались в индустрии Очень похожей на кино Минутограф Потому что мы можем делать Голливудскую историю Но нам нужен Голливудский бюджет Просто под детализацией Технология позволяет Абсолютно идеально Есть немножко, конечно, ограничения Потому что есть у кого-то Айфон седьмой А у кого-то там попросишь Что-то Мы уже сейчас сделали Так, чтобы не было Большой разницы Между Асусом, там Которые 10 тысячи Айфонами Которые стоят 40 Вот тут у нас тоже, видите Вот оно началось И вот вы присутствуете В этой истории И в Помпеях у нас 11 точек Мы делали Мы делали С коллегами Которые, собственно говоря Профинансировали эту историю У нас сейчас С этого года У нас ситуация такова Что мы привлекаем инвесторов Под каждый конкретный проект Они, в принципе, владеют Мы, по сути, продаем Эти объекты Ну, на долевом участии От продаж В ритейлерии Ну, я так понимаю Что это действует Непосредственно Когда вы находитесь В Помпеях Либо это может Раз и родиться У вас Вот здесь У нас в студии На фонтанке Может родиться Где угодно Сделали мы два формата То есть человек Приезжая в Помпею Он покупает Эту самую сувенирную коробочку И смотрит там В дополненной реальности Потому что это Гораздо эффектнее Беря с собой Эту коробочку Он может потом дома Друзьям, знакомым Показывать в виртуальной реальности Разница между дополненной Виртуальной реальностью В том, что дополненная Через видеопоток Встраивается в реальный мир А виртуальная Ну, полностью закрыта Как в играх Только вы внутри Только вы полностью внутри То есть мы сейчас Все свои проекты Делаем в этих двух форматах Чтобы человек мог взять с собой Посмотреть Ну, мало ли Очень жарко в Помпеях Или очень холодно На берегу Ладожского озера Где смотришь Дорогу жизни Чтобы он мог потом Посмотреть дома И где в любом угодном месте Уже в виртуальной реальности Мне кажется, важно отметить Что это практически сувенир По цене Ну, чуть-чуть, может быть Дороже магнита обыкновенного Да, и вы просто его берете с собой Эти очки И он у вас Не просто висит на холодильнике Потом в дальнейшем Вы можете эти очки использовать У нас очень дети Оказывается, полюбили эти очки Они просто бесконечно Смотрят мультики Еще помимо того, что А вот так Просто оставляют Да И смотрят свои какие-то сюжеты Слушайте, ну вот так вот Если посмотреть Ну, колоссальная работа Сделана Сколько времени идет В принципе Подготовка, разработка У вас Какая команда? Есть историки Архитекторы Я не знаю В каком формате Вы все это воссоздаете Это же действительно Нужно понимать Как и что Где было Вот историк, собственно Вот В кусткамере 9 лет Человек проработал Ну, в принципе, да У меня есть образование И навыки работы С информацией Плюс у нас есть исследователь У нас команда небольшая У нас сейчас 10 человек всего 10 человек Включая нас Включая нас в том числе И поэтому у каждого Своя роль У нас есть исследовательский отдел Представляющий Меня и нашу коллегу Татьяну Которая является Директором компании Есть отдел разработки Есть отдел дизайна Ну, 3D-моделирования По большому счету Каждый из специалистов Обладает несколькими навыками Которые позволяют нам Вот на небольшом Маленьком коллективе Делать достаточно серьезные Масштабные проекты Ну, в среднем Один проект занимает 4 месяца От 4 до 6 Ну, вот Помпея был Очень масштабный проект Вот мы где-то полгода делали А так Это 4 месяца примерно Начиная с исследовательской части И заканчивая Релизом И плюс Доработка еще месяц Обычно после запуска Ну, вот сразу возникает вопрос Все-таки Вы говорите Для вас появление Иностранного инвестора Это сразу Возможность Все продавать На Западе Но опять же Это все будет В сфере Как-то туризма Какого-то развлекательного Сегмента Либо Потому что Если посмотреть Да, есть возможность Воссоздания Каких-то утраченных Архитектурных сооружений Сразу возникает вопрос А, например Геоп с вами связывался Или нет У нас в Питере Огромное количество Либо полуразрушенных Либо уже утраченных Зданий Ведь хотелось бы Посмотреть Как это было Может быть Можно что-то воссоздать Но только Благодаря, может быть Вашей технологии Это действительно Возможно увидеть И понять Что вот Что мы потеряли Я боюсь Аккуратно Документировать Но прокомментируйте Пожалуйста В Европе И в России Везде Можно создавать Все утраченные объекты Мы любим Это направление Историческое Туристическое Но в Санкт-Петербурге Вот мы сделали Пока только Аврору И дорогу жизни Объектов Таких масса Мы с вами Петербуржцы Мы россияне Мы знаем Что в принципе Россия Страна традиций И как бы Некоторая консервативность Присутствует Поэтому сначала Нам видимо Очевидно Нужно показать Что все работает В Европе Чтобы нас Стали любить И замечать Как заморских Уже гостей Конечно Поэтому мы в принципе Не расстраиваемся Мы понимаем Что мы сможем Сделать какие-то работы Так или иначе Для России В том числе Сейчас вот Когда мы Уже сделали Действительно Несколько проектов В Европе Там начали поступать Обращения В том числе Из России Из СНГ Да При помощи Наших партнеров Сколково Они в общем Достаточно серьезно Сейчас работу Развернули Но действительно Нам надо было Показать Мы понимаем Что в России Нужно показать Надо себя доказать Чтобы это сработало Поэтому первый проект Был в Латвии Где просто люди Получили удовольствие Посмотрев нашу демоверсию И сказали Мы найдем деньги быстро И нашли быстро И мы сделали Мы только создали компанию И через Три с небольшим месяцем Мы запустили первый проект Поэтому мы надеемся Скоро к нам в ГИО Побратится И мы с большим удовольствием С ним поработаем Мы с большим удовольствием Будем работать в России Да конечно Для нас И мы и работаем Мы с большим удовольствием Да у нас же изначальная идея проекта Была для России Все таки у нас столько разрушенного И не только во время войны Просто все таки История страны большая И очень много объектов Сначала мы хотели застроить Всю Россию парками Почему парками? Чтобы создать новые Туристические маршруты Которые могли бы Немножко регулировать Туристические потоки Ну да Если сейчас у нас идет Такое продвижение Внутренний туризм Друзья Мы как раз это были ориентированы Чтобы создать Вот первая наша идея Была Волгоград В самом Волгограде После войны Ничего не осталось Но вокруг города 4 тысячи только известных Археологических памятников Шаговой доступности Можно создать огромную инфраструктуру При помощи нашей технологии И запустить туристов Они не выйдут оттуда Никогда Просто реально Ну да Ну давайте все-таки Когда-нибудь Когда-нибудь вернуться Ну просто Чем дольше шлюет турист Нами Тем больше Я понимаю Он приносит денег К местной инфраструктуре То есть у нас Вот такой первый проект Был в Лудзе Мы привлекли на 30% Туристов больше В этот городок Это очень важный для нас Знаковый момент Да А давайте посмотрим Дорогу жизни Да Давай Я победил YouTube Ура Давайте Этот проект был инициирован Музейным мемориальным комплексом Дорога жизни Который организован Год назад И конкретно Маргарита Кворте Которая курировала этот проект И она смогла привлечь людей Которые могли профинансировать Да Ну и естественно Тут мы очень трепетно Относились к этому проекту Когда Маргарита к нам обратилась Нам немножко страшно стало Потому что Ну одно дело Ну грубо говоря Крепости Какие-то там Трехтысячелетние давности Что-то Другое дело То что святое Для каждого горожанина Было очень страшно Ну это процитирую Так чтобы нам никто не сказал Что вы тут Грязные лапы И красный галстук трогаете Да Со своим интерактивом Но оказалось Когда 27 января На Собственно говоря На мемориальном комплексе Разорванное кольцо Мы презентовали этот проект То Ну скажем так Даже бабушки-блокадницы Целовали нас в щеки И это было очень приятно И для нас это было очень важно Наверное Это наш самый любимый проект Он еще создан Совершенно по-другому Технически Технологически И идеологически Как бы сказать Тут смешана хроника Реальная Тут смешаны 3D ролики Которые мы записали В наше уже приложение И сделаны уже Виртуальные Или присутствуют Дополненные реальности Когда ты стоишь на берегу Ладожское озеро Это трехминутный Драйвовый сюжет Который в принципе Поглощает Особенно если ты стоишь Непосредственно на месте То есть Там вот эти самолеты Которые мы сейчас видим На голубом фоне Там они летают На фоне реального неба Я понимаю И например Есть вот эти ворота Со Сталином Которые были тогда Когда Дорога жизни Функционировала С ними можно сфотографироваться Что тоже немаловажно Для туристов всегда Мы здесь много таких Накрутили вещей Мы хотели Мы хотели чтобы Людей тронуло Мы хотели Так же чтобы Туристы Которые приедут Они могли оставить Своей память Какую-то И передать информацию О нем дальше Вот собственно говоря Да Ролики Реальное пространство И в нее Строено 3D Это скриншоты Это не монтаж Я понимаю То есть Вот так вот На реальном небе На ужасном Нашем низком Вот на фоне музея Разорванного кольца Как раз Вот это такой наш Вот Да Очень впечатляет Ну сразу тогда Возникает вопрос Ведь на подобном Учитывая Подумные Используя подобные технологии Можно обучать истории Ребят Детей Именно Потому что сейчас все Да В компьютерных там Играх Это способ Их Отчасти Как раз и в реальность Вернуть И Чтобы они Задумались Заинтересовались Как с этим Возможно ли Как раз Буквально на прошлой неделе Если я ничего не путаю При помощи компании Высота Которые организовали Открытый урок Они организовали Они да Они организаторы Координаторы проекта Мы выступили Технологическим партнером В 10 классе В школе В Красной Ой Хироскорой Красненькая речка Вот этот муниципальный округ Был открытый урок Для 10 классников Ну в общем Без ложной скромности Это такой первый в России Урок истории С виртуальной реальностью Мы очень волновались Повезло ребятам Да При том что 10 классники Это все таки люди уже Повидавшие много Игравшие Очень крутые компьютерные игры Мы очень волновались Это серьезный возраст Да Это такая серьезная оценка Ну что ты В общем-то Ну как бы так Немножко критичный возраст Ну ребятам Всем очень понравилось И в общем-то Насколько я понимаю Глава района Планирует как-то это внедрять В дальнейшем И может быть И другие муниципальные округи Подключатся к этому Потому что в принципе Этот формат Понятно для молодежи Это интереснее Чем просто Рестать учебники истории И у нас есть в планах Расширять это приложение Не только про областные объекты Дороги жизни Но и может быть Какие-то сюжеты по городу Связанные тоже с блокадой Ленинград Здесь очень много чего Можно сделать На самом деле Но у них был открытый урок Именно как раз на тему Дороги жизни Да Им показывали Примерно вот это Да Этот ролик Показывали Дорогу жизни Очень волнительно нам было Мы смотрели Абсолютно идея Идеально прошло И с технической точки зрения Потому что Компания Высота просто Обалденно подготовила Они обеспечили 27 комплектов Очков Шлемов виртуальной реальности Смартфонов И все было очень так хорошо И если у детей Что-то не получалось В какой-то момент Они просто поднимали лапку И ребята подходили И поправляли Чтобы все работало Мы просто смотрели Фактически со стороны Как это происходит Очень волновались И очень были рады Что-то Какие отзывы были У десятиклассников Круто написали Круто Хочется походить Круто Давайте еще Там была 10 анкета Мы попросили Чтобы они не указывали Свои имена И в общем Все анкеты были Из 10 баллов 10 Нам дали дети И это как бы Такой у нас Серьезный Стимул работать Еще больше Серьезный тест прошли Мы очень серьезный тест прошли В общем да Да То есть можно проходить Тест перед руководством Города, району Каким угодно Но когда смотрят Вот те На которых мы конкретно Ориентированные работают И они говорят тебе Круто Ну в основном Была ориентация Конечно на молодежь Да Потому что для них Это формат удобный Понятный То есть туристы Там и молодежь Все ясно То есть тоже можно ожидать Что через какое-то время Будем надеяться Да Что Там я не знаю Комитет по образованию Или кто-то От них Какая-то инициатива Пойдет В вашу сторону Ну на самом деле Мы вместе с высотой Которые вот это все Очень надеемся Что именно Комитет по образованию Посмотрит Что опыт удался И они применят Эту технологию Но по крайней мере Позволят ее применить Во всех школах Петербурга Как минимум Просто потому что Надо делать Петербург ведь Один из инновационных Центров России Мы это РНД-центр По европейскому мнению Очень многие компании Европейские Создают здесь Свои РНД-центры То есть набирают Разработчиков здесь У нас очень сильные Университеты Которые готовят Программистов Поэтому Сам Бог велел Именно здесь Внедрять все это Не ожидать пока Что-то уже готово Вернется Надо просто Начинать и тестировать Прямо на наших Людей Ну вот у меня еще Вопрос по поводу Если возвращаясь К нашему разговору О воссоздании Архитектурных сооружений Виртуальной В дополненной реальности Все мы помним Сейчас вот Пальмира Разрушена В Сирии По поводу Именно этого объекта К вам тоже Никто пока не обращался Потому что У нас Я просто Скажу нашим пользователям У нас Завтра будет Один из исследователей Который там бывал Они проводили Работы И он до этого У нас уже был Тоже в студии Он сказал что Конечно Это потребуется Возможно годы Только для того Чтобы как-то в 3D Воссоздать вообще Что там было Понимать вообще Возможно ли хоть Что-то заново Отстроить Нет По этому проекту К нам не обращался Насколько я знаю Что кто-то в Санкт-Петербурге Уже начал делать 3D модель Уже исследовали Снимали Аэрофотосъемку делали Точно не знаю Какая компания Кто-то начал этим заниматься Именно 3D моделированием И мы конечно С большим удовольствием Посотрудничаем Попартнерствуем С тем чтобы сделать Именно уже Потом когда они сделают Эту свою титаническую Работу исследовательскую Переложить все это В дополненную реальность Конечно было бы Очень здорово С другой стороны Технология позволяет Инсталлировать объекты И дорабатывать По ходу дела Это же не кирпичи класть Ну да Можно поставить объекты Вот Первый этап исследования И они будут уже стоять Как бы да Пусть Может быть еще не очень корректно Ну как раз Это нужно для того Чтобы на месте Можно было посмотреть Откорректировать Какие-то вещи Это можно уже делать Я думаю что К нам могут обращаться Или не обращаться Но через год Мы планируем доработать Нашу платформу Которая позволит Нам в принципе Даже не выезжать Чтобы пристроить И скажем так Корректно Поставить наши виртуальные объекты Именно при помощи Мы сможем предоставить Уже такой инструментарий Что люди Которые сами сделают 3D модель Смогут встроить Дополненную реальность При помощи нашей платформы Такой легкий анонс Наших перспектив На самом деле Это важно То на чем мы работаем И то почему Испанцы к нам обратились Именно это технологическое решение Их заинтересовало В первую очередь Сразу тогда возникает вопрос А что у вас вообще Получается В этой области Нет конкурентов Или другие компании Они не настолько Продвинуты оказались Я очень коротенько отвечу Дополненной реальности Очень много компаний В России По исследованиям Порядка 300 компаний Занимаются дополненной реальностью Вроде бы Это данные Но большинство компаний Занимаются в маркетинге В рекламе Дополненной реальности Поэтому в закрытых помещениях Там где можно использовать Всевозможные графические маркеры Мы изначально Начали работать На открытых территориях Ну с той же Лунзой Ну и в Пампеях Кто же нам позволит Строить маркеры Или там не знаю В любом историческом парке Археологическом Крестик Да Крестики не особенно нарисуют Ну вот за это сразу И ручки за все Да 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 Поэтому получилось так Что мы стали разрабатывать Собственную технологию Именно для корректного Позиционирования На открытых пространствах И при изменчивой среде Поэтому Скажем Ну нельзя говорить Нет конкурента Потому что вдруг Мы что-то не промониторили Но из того что видели мы Вот этим никто не занимается Хорошо Ну и у нас осталось Не так много времени Чтобы попрощаться Я так знаю Ну вы до начала эфира Сообщили Мы сейчас покажем ролик Будет еще Через некоторое время Еще от вас Новая так скажем Фишка Не только вот эти очки Но и От машины времени Мы плавно перешли К волшебной палочке Звучит несерьезно Но на самом деле Это тоже технологическая новация Это манипулятор Который позволит Еще более интересным способом Взаимодействовать С объектами дополненной реальности И это будет Для детских продуктов Для детских приложений В первую очередь Да Мы этот манипулятор Сейчас попробуем Создать именно в формате Волшебной палочки Потому что он и выглядит Как волшебная палочка В нем нет никакой Электронной начинки Важна только форма Наконечника этой палочки А все остальное Делает приложение А что за форма Что в ней такого Особенно Ну вот мы Пока не сможем Рассказывать Принесно Поскольку мы ее Еще прототипируем Ну когда мы ее выпустим Я надеюсь в мае Это будет уже понятно В принципе достаточно В мае вы собираетесь Уже его выпускать Ну может раньше Мы видим девушку с палочкой Да Вот девушка Сейчас вы увидите Несколько кадров Что можно делать С палочкой И волшебными очками То есть это уже будет Как комплект Не только просто очки Да Но и очки И палочка Да Совершенно верно Вот собственно говоря То что человек видит Визуалочка пошла Называется Для некоторых опытных Путешественников По реальности В принципе технология Та же самая Которую мы разрабатываем Это просто Один частный случай Да Который мы можем Уже сейчас Использовать Для того чтобы Какую-то коммерческую составляющую Добавить проект То есть вот так Палочкой взмахнуло И все Нужно только ваш Собственный смартфон Очки И палочка Все это И вот вы Я как мать Хочу сказать Нельзя это детям показывать Это все Это просто уже Это потерянный Потерянный ребенок Всегда Ребенок потерянный Деньги Все И книжки Наверное с деньгами Будет проблема Потому что палочек Будет наборы Коллекции У вас есть дети Зачем вы так Жестокие маркетологи Саша Вот манипулятор Это не палочка Манипулятор Это вы Манипулируете Но она на самом деле Будет достаточно дешевая Планируется очень дешевой Фу Отлеглась Ну потому что На самом деле Это дерево И еще раз дерево Здесь в первую очередь Контент Который будем делать мы То есть собственно То что человек Будет видеть При помощи этой волшебной палочки Ее воздействие И взаимодействие С реальным миром Он примерно так Можно выразить С этим утром Что будет происходить Самое главное Идея еще в том Чтобы например Вам не пришлось Может быть покупать Домик для Барби Если Потому что домик для Барби Скажи возьми очки Посмотри И не надо И купули сборника дома Ты можешь поставить На столик А потом Можешь оказаться В интернете Видишь Он просто невидимый Он есть Вот сейчас будет Он в волшебном мире Вот секундочку Раз А вот так Можно и дизайн Квартиры поменять Ну потому что Мы этим все время Занимаемся Вокруг нас Мы делаем Дополненный мир И меняем мир И это собственно говоря Частный случай Просто для детишек Сделать Это вам ваши собственные Дети подсказали Нет у нас пока еще нет детей Но это нам подсказало Извне как-то Навеяло Навеяло Все вместе Так получилось Ох Ну все В общем Май Говорите Будем ждать Май-казарник Вот такая вот магия Вот такая магия Спасибо большое Напоминаю У нас сегодня в гостях Были маги И волшебники Соучредители компании Пилигрим 21 Диана Сорина И Илья Каргузалов Субтитры подогнал «Симон»